Большое спасибо! Еще раз приветствую всех самых стойких участников и название доклада «Изменение парадигмы гормонотерапии ракомолочной железы». И мне стало интересно, что же такое парадигма. Модное слово – это совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемое и разделяемое научным сообществом и объединяющее большинство его членов. И поскольку сегодня здесь заседает общество клинической онкологии российской, то значит, это наши с вами парадигмы, наши с вами представления. И за последние пять лет произошло, несомненно, огромные изменения в понимании, как лечить диссеминированный люминальный рак молочной железы. Из-за чего все произошло? Естественно, все мы с вами, многие, по крайней мере, большое поколение, являются дилектическими материалистами. И значит, диалектика процесса такова, что новые знания о биологии опухоли, выделение по типу механизмов гормонорезистентности, возможность определения по типу опухоли практически 100% больных раком молочной железы, появление понятия о висцеральном кризе и появление новых препаратов как раз и привело к смене парадигмы. И если посмотреть, что произошло за последние пять лет, то наиболее характерно можно посмотреть на изменение подходов европейского общества онкологов ЭСМО. И, соответственно, вот за эти пять лет действительно изменения огромны. И даже если посмотреть на объем рекомендаций по лечению диссеминированного люминального рака молочной железы, то можно посмотреть, даже объем стал совершенно другой. Баланс между эффективностью и токсичностью лечения становится в настоящий момент во главу угла. И цели противоопухолевой терапии, несомненно, увеличить выживаемость, отсрочить прогрессирование, увеличить продолжительность ответа, но при этом контролировать симптомы, улучшить качество жизни и, главное, превратить болезнь в длительное хроническое заболевание. И поэтому на сегодняшний день можно констатировать, что парадигма изменилась, и гормонотерапия – это рекомендуемый стандарт лечения гормонопозитивного HER2-отрицательного метастатического рака молочной железы всеми онкологическими сообществами в мире рекомендуется для применения в рутинной практике. В том числе и наши собственные рекомендации говорят о том, что методом выбора терапии гормонозависимого люминального рака молочной железы является гормонотерапия даже при наличии висцеральных метастазов. Исключение составляют быстро прогрессирующие варианты рака молочной железы, сопровождающиеся висцеральным кризом и гормонорезистентные случаи. Определение висцерального криза было сформулировано в 2014 году, и это во многом перевернуло наше понимание, поскольку это выраженное нарушение функции внутреннего органа на основании клинических признаков или данных лабораторных анализов на фоне быстрого прогрессирования. При этом имеется риск значительного ухудшения состояния больного или смерти, если опухоль, метастатический очаг еще несколько увеличивается. И в таких случаях наша главная задача с большой скоростью уменьшить размер этого метастатического очага, несмотря на то, что мы, скорее всего, можем предсказать, что это лечение ухудшит качество жизни пациента. И таким образом большинство научных сообществ на сегодняшний день рекомендует проведение трех линий эндокринотерапии, в том случае, если мы можем себе это позволить без висцерального криза и переход на химиотерапию только при висцеральном кризе или при неэффективности трех последовательных линий гормонотерапии. Было дано определение резистентности к адъювантной эндокринотерапии в 2014 году. Она тоже очень важна для нас, и мы должны различать первичную резистентность, которая развелась в течение двух первых лет адъювантной гормонотерапии, и вторичную, которая была позже двух лет или плюс один год после окончания адъювантной гормонотерапии. И в том случае, если этот год прошел, то дальше прогрессирование будет у нас с отсутствием гормонорезистентности. Второе понятие, которое было введено, это что такое резистентность к эндокринотерапии первой линии. Это резистентность первичная в течение шести месяцев этой гормонотерапии и вторичная после шести месяцев. Эти определения стали тоже очень важными для нас для понимания, как вести данных больных. И на сегодняшний день для нас доступны третий консенсус ABC3 с поправкой с дополнительной. ABC4 еще не опубликован. И они говорят то, о чем я уже говорила до этого. Мы должны оценить наличие или риск висцерального криза, наличие или отсутствие эндокринной резистентности. И у нас, посмотрите, на сегодняшний день какой огромный перечень вариантов гормонотерапии в первой и во второй линии и какой у нас огромный арсенал для лечения пациентов без химиотерапии. Откуда это еще вытекает? Был проведен метаанализ, который оценил частоту объективных ответов при люминальном метастатическом раке молочной железы. И оказалось, что частота объективных ответов при химиотерапии и гормонотерапии, собственно, очень близка. 35% и 28% различия не такое большое. И в этом же метаанализе было показано, что общая выживаемость оказалась равноэффективной. То есть та цена, которую пациент платит, если мы проводим ему химиотерапию, практически не отразилась на общей выживаемости. Отсюда был сделан вывод, что гормонотерапия, поскольку все-таки общая выживаемость наша главная цель, она, конечно, будет предпочтительна с точки зрения еще и лучшей переносимости. Но, собственно говоря, мы еще не все в эту парадигму вошли, и не только Россия, но и европейские страны. Исследование реальной практики назначения первой линии гормонотерапии, гормонопозитивного метастатического рака молочной железы в Нидерландах показало очень интересную вещь. Значит, посмотрите на эти столбики. Эндокринная терапия – это синяя часть столбика, а химиотерапия – это зеленая. И оказалось, что если при поражении костей все-таки врачи были готовы легко отдать предпочтение эндокринной терапии, то при висцеральных метастазах или при множественных метастазах все равно 35%, то есть треть врачей изначально больным назначили химиотерапию. При этом, конечно, интересно, конечно, группы эти были совершенно несбалансированы. Естественно, попадали в группу химиотерапии более молодые больные с большим распространением, с лучшим физическим состоянием. Но тем не менее, посмотрите, выживаемость без прогрессирования оказалась в первой линии на химиотерапии 5,5 месяцев, а на гормонотерапии 13. И, соответственно, общая выживаемость 16 и 36. Мы понимаем, что это сравнение реальной практики, что несбалансированные группы. Но мы понимаем, что, возможно, часть больных из той трети больных, которые получили изначально химиотерапию, могли бы получить больший выигрыш от гормонотерапии в этой ситуации. Это вот исследование реальной клинической практики. Мы привыкли вот к этой таблице, мы ее видели многие годы, и мы знаем, что мы можем реально получить от ингибиторов ароматазы. До недавнего времени это была наша единственная опция, и в среднем выживаемость без прогрессирования, она колебалась от 8 до, соответственно, 15 месяцев, и общая выживаемость в различных исследованиях от 34 до 47 месяцев. И когда на нас прошедшие небольшие годы пошел вал новых препаратов для гормонотерапии, конечно, это всех нас исчастливило. Фулвестрант в дозе 500 мг по сравнению с анострозолом в исследовании ФЕСТ показал совершенно принципиально другую выживаемость без прогрессирования, и мы впервые увидели, что выживаемость без прогрессирования может быть 23 месяца. 10 месяцев выигрыша на гормонотерапии такого, конечно, до недавнего времени представить было невозможно. Принципиально другая продолжительность. При этом медиана общей выживаемости на фулвестранте 500 составила 54 месяца. Соответственно, эти данные должны были изменить наше понимание возможностей гормонотерапии. И исследование Фалкон третьей фазы, которое продолжило данное исследование ФЕСТ, показало, что выживаемость без прогрессирования в 16 месяцев медиана, она также очень была радостна. Открытые вопросы, конечно, остаются. Это развитие эндокринной резистентности, это люминальный потип B метастатического рака молочной железы, вопросы раннего рецидива на адювантной гормонотерапии и быстрое прогрессирование на гормонотерапии. И в ответ на вот эти вопросы у нас появилась новая опция. Она была настолько важна, что ради нее в прошлом году, вернее в этом году, в апреле месяце 25 апреля была внесена поправка по рекомендации ABC3 2016 года. То есть повод был очень важный. Циклинзависимые киназы – очень важная составляющая злокачественной опухоли, поскольку рак характеризуется потерей контроля над клеточным циклом. И у нас появился первый пероральный ингибитор CDK4-6 – палбоциклиб, который препятствует синтезу ДНК путем торможения перехода клетки из фазы G1 в S-фазу. И исследование ПАЛОМА-2 было посвящено первой линии лечения люминального метастатического рака молочной железы в сочетании с литрозолом. Литрозол с палбоциклибом против литрозола с плацебо. При этом, посмотрите, для меня, например, в этой исследовании было очень важно, что половина больных имела висцеральные метастазы. При этом оказалось, что медиана без прогрессирования по оценке исследователя составила 24 месяца, то есть два года медиана, то есть половина больных, пережила двухлетний рубеж без прогрессирования. И, соответственно, при независимой оценке эта цифра оказалась еще более впечатляющим, и она оказалась 30 месяцев. 30 месяцев медиана времени без прогрессирования по независимой оценке. При этом, когда посмотрели подгрупповой анализ, то посмотрите, насколько большое преимущество палбоциклиба в сочетании с литрозолом. Причем интересно, что не только, конечно, при костных метастазах было огромное преимущество, но и при висцеральных метастазах оно было тоже достаточно большим. Хотя при костных метастазах снижение риска прогрессирования у этих больных было снижение на 64%. Объективный ответ. Мы объективный ответ последние годы меньше как бы замечаем, поскольку главное – это все-таки время до прогрессирования и общая выживаемость, но тем не менее. Огромный процент контроля опухолевого роста – 84% и объективный ответ на первой линии – 55% на гормонотерапии. Мы можем сказать смело, что 55% объективных ответов – это вполне достойный ответ для хорошей линии химиотерапии. Профиль токсичности. Что, конечно, поменялось? Гормонотерапия всеми нами воспринимается как некая опция, когда пациенту дали таблетки на 3 месяца, и он уехал в свою далекую деревню в одиночестве пить эти таблетки. С палубоциклибом этот фокус не проходит, потому что это другая терапия, и риск развития нитропении, в том числе небольшой риск развития фибрильной нитропении, существует – лейкопении, анемии, и поэтому препарат, в отличие от других, требует контроля врача и более частых визитов к врачу. Выводы Палома-2 были очень важны и показали нам отличный вариант новой первой линии гормонотерапии. Поэтому в рекомендации ABC 25 апреля – это редкий случай, чтобы было дополнительно внесено изменение, но, тем не менее, это было внесено, это изменение, и было написано, что добавление палубоциклиба к ингибитору ароматаза в качестве первой линии для пациенток в постменопаузе обеспечивает высокое увеличение выживаемости без прогрессирования 10 месяцев и является одним из предпочтительных вариантов лечения. При этом мы сейчас переходим к второй линии. За последние несколько лет мы многократно видели результаты исследования Болеро-2, когда во второй линии после прогрессирования на ингибиторах ароматазы мы добавляли к экземистану эверолимус и получали от этого выгоду во второй линии, и медиана выживаемости без прогрессирования возросла до 7,8 месяца, то есть мы получили 4,5 месяца выигрыша. Собственно говоря, у нас появилась новая опция, которой тоже недавно еще не было, хотя общей выживаемости выигрыша не было. Но может ли вторая линия быть еще более эффективна? И таким образом исследование ПАЛОМА-3 ответило в очень короткие сроки и на этот вопрос ПАЛБАЦИКЛИП в сочетании с фулвестрантом против одного фулвестранта во второй линии терапии с группой опять-таки 59% с висцеральными метастазами. При этом, посмотрите, итоговый анализ. Оказалось, что во второй линии медиана без прогрессирования 9,5 месяцев, то есть половина больных пережили этот срок. Когда была независимая оценка, то оказалось, что медиана выживаемости без прогрессирования 11 месяцев, то есть мы во второй линии получаем практически год выживаемости без прогрессирования. При этом интересно, что часть больных были в первой линии. И в первой линии ПАЛБАЦИКЛИП с фулвестрантом также показал себя очень достойно. И еще интересно, что ряд больных имели впереди не одну линию терапии, а две и более. И тем не менее на третьей линии терапии режим ПАЛБАЦИКЛИП с фулвестрантом также дал 10 месяцев выигрыша. Достоверный контроль опухоли у 8 пациенток из 10 был показан. Влияние на качество жизни было положительное, что, собственно говоря, вошло в выводы исследования. И были сделаны исследования, были сделаны выводы, что достоверное увеличение выживаемости без прогрессирования в два раза, снижение риска прогрессирования на 54%, у 80% больных, контроль роста опухоли. Но при этом 1% фибрильной нитропении. То есть мы опять говорим о том, что это препарат, который требует другого, более химиотерапевтического подхода, чем мы привыкли для гормонотерапии. На основании этого исследования, опять-таки, было в апреле внесено в рекомендации ABC, было показано, что во второй линии добавление палопоциклиба с фулвестрантом вызывает значительное увеличение выживаемости без прогрессирования и улучшает качество жизни пациентов. Поэтому на сегодняшний день в тех книгах, которые вы получили, в рекомендациях РУСКО по лечению люминального рака молочной железы в менопаузе можно посмотреть, что в первой линии терапии, посмотрите, нежирным шрифтом, это значит, что на сегодняшний день это не минимальный объем лечения, это оптимальный, который, тем не менее, рекомендуется обществу. Это фулвестрант, литрозол с палопоциклибом в первой линии терапии и фулвестрант с палопоциклибом во второй линии терапии. В прошлом году наша группа во главе с Мариной Борисовной Стениной не решилась еще внести палопоциклиб. В этом году это внесено в рекомендацию. Это новая опция, которая принципиально меняет жизнь наших больных. И, подводя итог, я хочу сказать, что пациентка с люминальным метастатическим раком молочной железы должна получать гормонотерапию до развития гормонорезистентности или прогрессирования с висцеральным кризом. И второе напоминание, что новые режимы гормонотерапии требуют, несомненно, более тщательного наблюдения за пациентками. Новая парадигма в наших руках. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ